После окончания Великой Отечественной войны, страна нуждалась в восстановлении. Повсюду была разруха и опустошение. Были повреждены многие отрасли, и чтобы всё восстановить, требовалась специальная техника. Те заводы, которые были вынуждены производить продукцию для нужд фронта, постепенно стали возвращаться к сборке техники для нужд населения. Среди таких предприятий был и Челябинский тракторный завод, который в 1946 году запустил в производство трактор С-80. Его выпуск продолжался до 1961 года, но параллельно с этим разрабатывался и готовился к выпуску его последователь С-100, который был поставлен на конвейер в 1956 году и продержался на нём до 1994 года. Чем же ещё он интересен и что с производством сегодня? Трактористы прозвали эту технику «Сотка» из-за созвучности с названием модели. На тракторе стоял дизельный двигатель мощностью 100 лошадиных сил с водным охлаждением. Для запуска такого мотора использовался пусковой двигатель мощностью 18 лошадиных сил. Габариты трактора были такие – длина 4,2 метра, высота 3 метра, а ширина 3,2 метра. Техника была наделена механической многоступенчатой трансмиссией, в которой было 5 передних и 4 задних передачи. По скорости движения трактор мог передвигаться от 2 до 10 км в час вперёд и от 3 до 8 км в час назад. Объём топливного бака рассчитан на 235 литров, а расход топлива составляет 210 грамм на 1 лошадиную силу в час. Также имеется возможность устанавливать гидравлическое оборудование как вперёд, так и назад. Вперёд, как правило, устанавливают отвал, а назад – навесные и прицепные устройства. Сотка больше предусматривался как строительный трактор, его задействовали при возведении различных объектов. Благодаря модификациям трактор продержался на конвейере до 1994 года. Сегодня эти тракторы продаются в подержанном состоянии, и их также можно использовать в работе. Как и другая техника, выпущенная в СССР, эти тракторы подразумевают долгосрочное использование. Поэтому он не ломается так быстро, а исправно служит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова